Обоснованные из самых первых принципов, хотя на бытовом уровне я подчёркиваю всё довольно понятно и так известно, что есть акустические явления, разговор, который вы ведёте, он никак не связан с ветром, ветер от него не заметит, ну и нагрев уйдёт сам собой. Вот эти такие вещи на бытовом уровне понятны. Теперь дальше в курсе мы внимательно посмотрим каждую из этих мод в отдельности и взаимодействие этих мод, связанные с этим явлениями, неустойчивости и разные красивые эффекты. Сегодня в программе акустическая мода самая изящная. Сначала я хотел бы поговорить о скорости звука, о скорости звука с тем, чтобы в несложном приближении воспроизвести очень сильный результат прошлой лекции, ценой просто простого подхода, с тем, чтобы можно было оценить, во-первых, методологию исследования линейной теории неустойчивости, но, кроме того, результаты посмотреть и сравнить с высокой теорией. О скорости звука возьмём приближённое рассмотрение. Приближённое рассмотрение. Вот какой возьмём. Мы рассмотрим идеальный флюид, идеальную жидкость и так называемое баротропное приближение. Напишем уравнение. Основное уравнение неразрывности не меняется никак. ДРОПДТ против диорогена сырой равняется нулю, это уравнение один. Есть идеальный флюид, это означает, что вязкостью пренебрегаем, не будем никак учитывать. Динамическое уравнение, то есть уравнение эллера. ВДВПДТ плюс ВНАБЛА. В это есть минус градиент давления. Я даже внешнюю силу писать не буду для простоты. Оставим. Это уравнение эллера. Ну и, наконец, очень важное баротропное приближение. Я свяжу давление и плотность простой зависимостью, то есть РОООТПЭ. Это соотношение 3. И тут комментарий. Баротропное приближение. Соотношение 1, 2, 3 – это уравнение 1, 3 – это 3 уравнения для трёх переменных. Скорость, давление и плотность. Сравните, в прошлой лекции серьёзный подход теоретический. Когда писали развернутую термодинамику, записали 5 соотношений, на самом деле уравнение даже больше, 5 эллики соотношений для 5 переменных. Эллики, энтропия и температуры. Вот достоинство баротропного приближения в том, что оно, это первое, по существу устраняет термодинамику. Устранение термодинамики нет температуры, нет энтропии. Нет таких понятий. Ну, разумеется, это можно написать просто, но грубо. Достоинство, математическое упрощение. Кроме того, есть ещё одно важное достоинство. Есть важные пределы, когда это годится. Характерные предельные случаи. Предельные случаи. Классика. Классика. Нежимаемая жидкость. Нежимаемая жидкость. Ро-константа. Это изохора. Тут не нужна ни температура, ни энтропии не возникает. И кроме того, очень важный случай, который сюда же попадает. Это газовая динамика. Газовая динамика. Когда предполагается изоэнтропа С-константа. Изоэнтропа. Если это так, то давление это и есть рост степени гамма. Вот. То есть соответствует соотношению 3. Но. Вот. Приближение популярное, потому что упрощает подход. Вот посмотрим, что в этом приближении получается для акустической моды. Диалоги та же. Рассмотрим покоящийся флюид. Ну и простейшее решение этого уравнения. В0 равняется константа. Равняется 0. П0 равняется константа. И Р0 равняется константа. Ясно, что эти соотношения простые, удовлетворяют исходности уравнений. Теперь, как в прошлой лекции, методология подхода та же. Шевельнём. Возмутим. Например, за счёт граничных условий. Возмутим вот эту среду. И посмотрим, проведём линейеризацию. Линейеризация. Я предполагаю, что скорость, это есть V0 плюс V1. Но любая функция, не добавляется поправка, которая предполагается весьма малой. Основной идеологией линейеризации. Действия переменных скорость, давление и плотность. Я хочу подставить вот эти возмущённые значения в систему уравнений. посмотреть уравнение для поправок, для возмущений. Это вот линейное уравнение. Воспроизведу ещё раз. И делаю подобную вещь на прошлой лекции, но я произведу ещё раз. Ру 0 плюс Ру 1 по ДТ плюс дивергенция Ру 0 плюс Ру 1, Ру 0 плюс Ру 1, Ру 0. Ру 0 плюс Ру 0, Ру 0, Ру 0 плюс Ру 0, Ру 1 плюс Ру 0, Ру 1. Это всё равно нулю. Возмущенное решение должно удовлетворять исходному уравнению. Члены нулевого порядка, я их подчеркиваю, обязаны удовлетворять исходному уравнению, потому что это есть решение. Дальше, члены второго порядка малости я лиминерую, устраняю, использую, что у меня простой случай. Скорость уравняется у меня постоянная. Ну и тогда получается уравнение для возмущения давления ДРО1 по ДТ плюс РО0 на дивергенции В1 равняется нулю. Вот это уравнение 1 штрих. Я его выпишу. Выпишите словами, пожалуйста, индекс. Индекс 0, так же, как на прошлой лекции, индекс 0 убирается. Значение переменной без индекса, скорости давления или плотности без индекса означает, что это просто исходное решение, которое имеется задная константа. И тогда получается ДРО1 по ДТ плюс РО0 на дивергенции В1 равняется нулю. Вот это уравнение лидерализовано на гиль штрих. Точно так же, подобным образом, посмотрим, что с динамическим уравнением будет. Вот уравнение Элера РО0 плюс РО1 чисто подставляем ДРО0 плюс В1 по ДТ плюс В0 плюс В1. Вот это скалярно умножается на БЛА, а это всё ещё вместе на В, В0 плюс В1. Вот такой оператор сложный. Здесь стоит минус градиент П0 плюс П1. Вомутили. Замечательно. Здесь похожим же образом член нулевого порядка малости РО1 по ДТ плюс РО0 ДРО1 по ДТ плюс здесь останутся, вот это я оставлю члены, которые выпадут, потому что либо второй порядок малости РО1 В1 выбрасываем, а В0 равно нулю его не будет. Здесь останется, от второго слагаемого останется только, ну я напишу, РО0 В0 на НАБЛА на В0 плюс оставших членов не будет. Просто по той причине, что В0 равно нулю, а В1, вершина второго порядка малости, не возникнет никак. Так, здесь плюс равняется минус градиент П0 и минус градиент П1. Всё то же самое, что было на прошлой лекции, то есть уравнение попроще выглядит. Вот, ну, здесь специально, специально обращаю внимание, что члены нулевого порядка малости воскортируют, они удовлетворяют исходному уравнению. Вот, а для уравнения возмущения получается несложная вещь. РО0 ДВ1 ВДТ равняется минус градиент П1. Индекс 0 я уберу и останется РОДВ1 ВДТ равняется минус градиент П1. Это уравнение 2 штрих. Прекрасно. Ну и, наконец, уравнение 3. Это всё очень просто. Шевельну его, возьму производную, ну как, РО1, это есть ДРОПДП на П1. Первая поправка в разложении в ряд по РО0. Это уравнение 3 штрих. Вот, значит, вот то, что здесь написано, это линейризованная система уравнений для возмущений. Я, кстати, введу сразу полезное обозначение. 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 Ну, ДРОПДП – это не что иное, как сжимаемость. Полезно обозначить буквы А2 в обратную величину ДППДРО. Пока просто обозначим. Потом посмотрим, что получится. Отлично. Вот это линейризованная система уравнений. Линейризованная система. Я хочу получить акустическую моду. Акустическая мода. Акустическая мода. Это уравнение для возмущения давления. И не давления. Вообще, я идеологию провожу то же, что на предыдущей лекции, только не в пример проще уравнения. Сейчас посмотрим, какой ценой и что это значит. Делается таким образом. Это означает исключить. Исключить скорость и плотность. Делается это таким образом. Операция ДИВ. Операция ДИВ к уравнению 2 штрих. Вот к этому. Получится РО ДПДТ дивергенция на 1 равняется дивергенции градиента минус оператора лапласа П1. Очень хорошо. Дальше. Операция ДПДТ к уравнению 1 штрих. 1 штрих продифицирую по времени. Получается Д2 РО1 по ДТ квадрат плюс я напоминаю, РО это здесь константы, задняя величина. Плюс РО ДПДТ дивергенция В1 равняется нулю. Замечательно. Здесь напишем, что РО1 это есть единица на квадрат П1. Это всё уравнение. Это просто переписано уравнение на 3 штрих. Замечательно. Я хочу отсюда оставить только уравнение для давления. Сейчас получится. Но видно. Вот это вот. Одно и то же. Оттуда следует. что Д2 РО1 по ДТ квадрат это и есть минус вот это соотношение Лапласт П1 и подставляю сюда РО1 через П1 получится Д2 П1 по ДТ квадрат это и есть А квадрат Лапласт П1 О! Вот это замечательно. То, что я хотел получить. Итак, уравнение для возмущения давления это уравнение звёздочка не что иное, как волновое уравнение волновое волновое уравнение для возмущения давления то есть мелкое возмущение давления будет происходить как волна подобно волне в частности это уравнение имеет решение в виде плоского частное решение в частности в частности есть решение по одному пропорционалу есть и минус и омега Т плюс и КХ о чём мы сегодня чуть позже поговорим специально сюда подставить получится омега равняется КА где А это вот скорость которая здесь есть А это омега К скорость волны об этом сейчас чуть позже ещё поговорим А это есть скорость волны и оказывается что скорость распространения звука скорость звука замечательная получается скорость звука скорость звука оказывается это есть производная ДППДРО сжимаемость ну вот я сейчас кратко изложил то на что потребовалась целая лекция накануне только она была точная и там эту производную достали точную потому что использовали точное соотношение гермонемнамики до конца здесь сжимаемость как определена непонятно то есть баротропное приближение обеспечивает существование акустической моды в любом виде но вот с какой скоростью он будет распространяться неведомо и ведомо быть не может потому что термодинамики нет ни температуры ни энтропии а вот теперь я вам напомню историю точный результат смотря на прошлой лекции там было показано что это сжимаемость из-за энтропии напомню историю она поучительна как развивались дела здесь впервые уравнение для скорости звука скорость звука скорость звука но впервые эту формулу написал для скорости звука написал Ньютон ВППДУРО взял производную на изотерме это формула Ньютона ее часто цитируют она изложена в каноническом труде математической основы натуральной философии в районе 1680 года замечательная формула она написана задолго до уравнения задолго до того как Доломбер написал волновое уравнение все замечательно стали измерять но что-то сначала вроде казалось неплохо а потом чем дальше тем больше возникали сомнения насколько это дело хорошо физика-наука экспериментальная выдающийся эксперимент проведена проведила французская академия наук эксперимент академии франце академии французская 1738 год он настолько замечательный достоин сюжета для научной опереты я о ней два слова скажу но обратили обратили внимание что вроде как не очень точная формула Ньютона надо точно было выяснить как дело на самом деле выглядит и французская академия наук провела выдающийся эксперимент сохранившийся в истории значит первая половина 18 века 15 эпоха просвещения эксперимент так был сделан летним днем провинциальной Франции на прямой дороге длиной 7 льё 28 километров поставили две пушки мощные самые лучшие которые только есть после этого сверили лучшие часы которые только имелись и вот офицер 28 километров на лошадке скакал это заняло часа два наверное потом начали стрелять одновременно полить из этих пуш холостыми зарядами одновременно стали это полить для того чтобы исключить влияние ветра все это точно смотрели но 28 километров можете прикинуть что звук распространяется примерно полторы минуты ушка была мощная вот следили записывали собрали статистику получили выдающийся результат что скорость звука вот она примерно ну а она как раз 330 метров в секунду результат чрезвычайно близкий к точному а самое главное они выяснили что он процентов на 20 выше чем то что предсказывает Ньютон достоверно было установлено что формула Ньютона неточная неправильная что понимания нет что надо работать ну и кроме того прославили Францию по сравнению с Англией пункт следующий примерно еще через полвека Лаплас поправил эту формулу зная результат он добавил к формулу Ньютона отношение теплоемкости цепак цв дп подырок т это формула Лапласа это приблизительно 1780 год формула оказалась очень точной хорошей но сомнения остались потому что как-то так это в общем говорили что непонятно что-то берется трудности не ясные и спорили не утихали еще довольно продолжительное время до тех пор пока Клаузиус энтропия была введена Клаузиусом энтропия Рудольф Клаузиус это примерно 1865 год наконец записал вот эту формулу исходную правильным образом ДП подыро сжимаемость на зоэнтропе что акустика это сжимаемость на зоэнтропе но эту историю поучительно потому что она показывает что человечество для осознания чрезвычайно важного понятия энтропии необходимости потребовалось 200 лет но обычно любой обучающийся повторяет в процессе своего познания всю историю предыдущих веков вдруг быстро обычно энтропия требует вдумчивого отношения вдумчивого представления и необходимости что так вот и бывает ну и мораль здесь можно записать очень важное что из этого раздела можно заметить ну вы можете оценить кстати говоря достоинство недостаток баротропного приближения он вам качественную теорию точно дает даже количественно приближенно ДП подорудает акустика есть существует но точный результат невозможен потому что без термодинамики никак нельзя ну и очень важную вещь которую можно было бы здесь написать нота бени одной фразой про скорость звука акустика на изоинтропе вот эту вещь надо говорить и поразглашать очень хорошо по пункту первому теперь посмотрим дальше пункт пункт второй напишем дисперсия звуковых волн дисперсия звуковых волн начнем с важного определения определение дисперсия зависимость скорости волны от длины волны зависимость от длины волны в скобках напишите или от частоты тут нужны пояснения потому что есть экспериментальная физика эксперимент все довольно понятно может случиться так что у вас скорость волны зависит от длины волны она наблюдаемая экспериментально измеряемая все понятно зависимость скорости от длины волны называется дисперсия есть теория где гораздо удобнее почти всегда использовать дисперсионную зависимость дисперсионная зависимость в виде омега равняется омега от к так что скорость волны это омега делить на к волновое число к это волновое число это делить 2 пи на лямбан так что если вы знаете дисперсионную зависимость то зависимость скорости от длины волны тоже можно восстановить но это вот на всякий случай нужно оговорить даже всегда надо делать восстанавливать зависимость скорости от длины волны чтобы было понятно как сравнить с экспериментом замечательно Теперь посмотрим. Если десипативных процессов в среде нет, то волновое уравнение выглядит очень просто, только что получено. Для любой длины волны там будет одна натуральная скорость звука, сжимаемость на изентропе, которая только что была получена. Картина усложняется, если учитывать точное уравнение. Давайте посмотрим, что будет, если учесть десипативные процессы. Значит, уравнение для акустической моды получено в прошлый раз. Уравнение для акустической моды. Я здесь и выпишу его. Единица на а квадрат. Д2П1 по ДТ квадрат. Это есть Лаплас П1. Вот то, что было получено только что. Кроме того, стоит 4 третьих вязкость делить на а квадрат. ДПДТ Лаплас П1 минус БТ РОТТ ЦП. Здесь стоит ДПДТ ТС1 по ДТ минус 4 третьих вязкость Лаплас С1. С1 – это возмущение энтропии. И минус… Ну тут мы просматривали возможность внешней силы, дивергенция силы здесь стоит тоже. Ну обратите внимание, очень громоздкое уравнение, которое весьма сложно, оно зацепляется за уравнение энтропии, я его выписывать не буду. Есть случаи, когда можно исключить, об этом в прошлый раз мы говорили. Посмотрим, ну можно было прикинуть, я на прошлый раз опректировал, что на самом деле вот эти члены с диссипацией, они поправочные. Когда диссипации нет, их вообще нет. Поэтому посмотрим упрощённое уравнение, приближённое уравнение, учитывающее диссипацию, учитывающее диссипацию, то есть вязкость. Я сохраню… Ну, это член обязательный, D2P1, ODT2, LAPLASP1 и члены обязательные. У них никакой дисперсии нет. Дальше, из этого длинного выражения я сохраню только следующий член. Причём, я предполагаю, можно сделать оценку, что это вещь такого же порядка, как здесь. Я ставлю здесь C, вязкость на квадрат DPDT, LAPLASP1. Вот, посмотрим, как выглядит звуковая волна, описываем его подобным уравнением. D2P1, D2P1, D2P2, это есть A2, LAPLASP1, плюс C, вязкость, D2PDT, LAPLASP1. А, значит, C, это есть какая-то константа порядка единицы, вязкость, кинематическая вязкость, заданный коэффициент. А выражение A2 задано. A2, это есть как раз DPPDRO на изоэнтропе, и можно было бы назвать натуральной скорость звука, и она задана. Очень хорошо. Обозначим это уравнение 1, линейные индициальные уравнения частных производных. Важные слова. Линейные индициальные уравнения частных производных. Стандартный подход к исследованию таких уравнений – это метод элементарных волн. Поиск решения в виде элементарной волны. P1 – это есть A2P-LMT, плюс IK на R. Это 2. Теперь, перед тем, как подставить 2 в 1, я хотел бы всё-таки ремарку сделать по физике. Давайте я здесь вот напишу. Одномерная плоская волна. Слово «плоская» означает, что решение индициального уравнения волнового именно в такой форме, там нет сферической части, есть сферические решения, 1 на R квадрат, а в этом, может, потом поговорим. Одномерная плоская волна представляется в виде е-минус IωT плюс IKx. У этого выражения есть наглядный физический смысл, который я хочу, чтобы он всегда был основным, понимаемым и представляемым. Но поиск решения в виде элементарной волны в комплексной форме удобен, потому что комплексное решение всегда порождает действительное, о чём мы говорили. Это стандартный приём. Дальше. Одномерная плоская волна в связи с этим даёт просто в действительной части косинус ωT минус Kx. Величина φ равняется ωT минус Kx, называется фазой. Это фаза. Ну а давайте посмотрим фиксированную фазу. Фиксированная фаза. Зафиксируем фазу так, что связанное с ней значение координаты тоже зафиксировано. Х со звёздочкой. Ну и пусть она равна чему-нибудь конкретному. Например, 2π, косинус от 2π равен 1. То есть это горб гармоники. Горб гармоники. Горб гармоники. И вот будем за ним следить. За горбом гармоники. Легко выясняется, что dφ по dt – это омега минус K dx по dt. И это равно нулю, потому что фаза фиксирована. И таким образом dx по dt движется с постоянной скоростью. Фаза движется с постоянной скоростью. Омега делённая на K. Это величина называется скорость фазы. вписывается звезду. Или фазовая скорость. Так часто бывает. Часто обозначает. Вот это вот фазовая скорость волны. То есть, вот этот эроглиф означает просто бегущую гармонику с заданным значением омега и K. Дальше математика скажет, что соотношение 2 на самом деле – физик скажет, что это представление любого возмущения в виде элементарных волн, а математика скажет, что появились просто интегральные преобразования Фурье. Интегральные преобразования Фурье замечательным образом подставляем в уравнение. Уравнение упрощается, потому что его операторы легко представлены. Могут быть. Ну вот. Посмотрим, если 2… Ну как, подстановку 2 в 1. 2 в уравнение 1. При этом, перед тем, как подставлять, обратим внимание, поскольку решение видим в виде вот такой вот бегущей гармоники, производные d по dt превращаются в минусы омега. Производные d2 по dt квадрат, которые есть в уравнении. Минусы в квадрате – это минус 1, это есть минус омега квадрат. Дальше. Оператор НАБЛА ДПДР. ДПДР с точкой. Он дает просто производный ИК. Ну и оператор Лапласа, скалерное произведение оператора НАБЛА на себя, это минус k квадрат. Вот, замечательным образом будем это использовать. Теперь подставляем 2 в 1. Смотрим, амплитуда уйдёт, и будет связь между зависимостью, между частотой и уголовным числом, которое удовлетворяет уравнению. Только такие волны могут быть, могут осуществляться, которые удовлетворяют уравнению. Отсюда сейчас достанем дисперсионную зависимость, и получится Д2ПДТ квадрат минус омега квадрат равняется А квадрат в качестве Лапласа. В качестве Лапласа подставляем минус k квадрат, и останется плюс С вязкость ДПДТ минус омега, и Лаплас П это есть Лаплас П, это минус k квадрат. Вот такая вещь. То есть, напишите в уравнение для дисперсионной зависимости. Что делаем? Не все волны типа 2 удовлетворяют уравнению, могут реализоваться только те, которые удовлетворяют уравнению 1. Поэтому останется здесь омега квадрат плюс ИСНУ квадрат омега, и СНУ квадрат омега минус А квадрат k квадрат равно 0. Замечательное квадрат уравнение. Вот. ИСНУ квадрат. Вот. 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 То есть минус корень квадратный из квадрата. минус С квадрат минус А квадрат минус С квадрат НУ квадрат k квадрат k квадрат k квадрат НУ квадрат на 2. Вот. Теперь обратим внимание вот на что. А тут под корнем параметр. параметр параметр вот здесь стоит с точностью до коэффициентов не важно. Это и есть. Теперь надо поменьше. Кинематическая вязкость. Кинематическая вязкость. Оценка алимента равна минус С квадратного пробега тепловая скорость на 3. К полного числа 2п делить на лямбда а это скорость звука. Поэтому этот параметр минус К делить на А он приблизительно минус С квадратного пробега тепловая скорость на 3 2п делить на лямбда и скорость звука натуральная. Здесь два параметра. Тепловая скорость к скорости звука и отношение длины свободного пробега, значит, пометьте L – длина пробега. Длина L – длина пробега. Тепловая скорость к скорости звука и отношение длины пробега к длины звуковой волны. Но тепловая скорость – корень СТКМ, а скорость звука – гамма СТКМ. То есть это примерно одно и то же. Отношение длины свободного пробега к длине волны в воздухе – это очень маленькая величина. Длина свободного пробега в воздухе – это 10 минус 5 сантиметров. Но длину волны обычно как вспоминать? Все помнят скорость звука – 330 метров в секунду. А музыканты помнят частоту ноты L – 440 Гц. Значит, на 330 метров укладывается 440 раз, 440 волн. Поэтому длина волны порядка метра, то есть это 10 во второй сантиметр. Ну так, обычная. То есть эта величина чрезвычайно мала. По этой причине можно себе представить, что дисперсионная зависимость имеет вид омега от К – это есть КА. Ну, плюс-минус я ставлю, это означает распространение волны в разных направлениях. Оставим одну. А здесь единица минус СНЮ К на 2А в квадрате. И здесь одну вторую. Я вряд ли раскладываю эту вещь. И минус, и СНЮ К квадрат на 2. Вот это вот соотношение 3, то, которое искали. Сейчас мы его наглядный смысл продаем. Вот это дисперсионная зависимость. Дисперсионная зависимость. Дисперсионная зависимость звуковой волны. Омега от К получили. Я так напишу. КА минус бета К куб минус и альфа К квадрат. Где? Ну, А – это и есть корень СДП по ДРО. С – это натуральная скорость звука. Натуральная скорость звука. То есть, когда нет никакой дисперсии, чистой сжимаемостной зоэнтропии. Константы. Бета – это константа положительная, что важно. И она равна. Можно написать. Это С квадрат, Н квадрат делить на 8А квадрат. Нет, на 8А. Бета – константа положительная. И альфа – это тоже константа положительная. Ну, с ней всё просто. Альфа равняется СНН на 2. Вот. Теперь, вот эта дисперсионная зависимость очень важная. Я её перепишу. Омега от К – это и есть КА минус бета К куб минус альфа. Альфа – К квадрат. Она понадобится ещё. Когда мы дойдём до обсуждения нелинейных волн, всплывёт эта дисперсионная зависимость. Вот. Именно в такой форме. Теперь. Теперь содержательный смысл сообразим. Но бета К куб и альфа К квадрат – это вообще мнимая часть. Бета К куб – на самом деле поправка по сравнению с КА, потому что параметр бета мал. Оценку делали. Вот. Ну и скорость. Фазовая скорость. Скорость волны. Это есть СССАУН. Это есть омега от К, делённая на К. Это есть мнимую часть. Я выброшу. Это есть А минус бета К квадрат. Подчёркиваю, что К – волновое число. Это есть 2П делить на лябда. Получается явное выражение в зависимости от скорости от длины волны. СС от лябда – это есть натуральная скорость звука. Минус какая-то поправка. Бета 2П в квадрате делить на лябда квадрат. Замечательно. Теперь важен график. Чтобы было понятно, что происходит. Видите, как много экспериментальной скорости звука может быть померено. Здесь скорость звука в зависимости от длины волны. Вообще, флюид существует. В том случае, если всё-таки гидромические размеры гораздо больше, чем длина свободного пробега частиц. Поэтому ограничение длины свободного пробега поставим длинной волны. Дальше здесь натуральная скорость звука. Присутствует А. Великий параметр сжимаемости на изоэнтропе. Вот он, это А. Но тут выясняется, что чем меньше, что если лямда стремится к бесконечности, у вас как раз выходит кривая точно на этого асимпопа. А для коротких волн скорость звука несколько меньше. И вот её можно вот так вот нарисовать. Эта зависимость. Ну и написать в качестве вывода. Вывод очень важный. Первое. Дисперсия звука осуществляется Дисперсия звука происходит в следствии диссипативных процессов. Дисперсия в следствии диссипации. Это первый момент. Второй момент. Полезно иметь в виду результаты по выводу. Кстати, в первом пункте можно написать, что дисперсия звука в газах обычно очень невелика. По заключению диапазона ультракоротких волн ультразвука, где это всё проявляется уже на грани применимости гидродинамики. Пункт второй. Написать можно. Скорость звука скорость звука несколько меньше для коротких волн. Это должно быть на слуху. Ну и здесь же в этом пункте можно написать, что длинная волна несколько быстрее бежит. Эти вещи должны быть на слуху. Они полезны по физике, ещё пригодятся. Так, про дисперсию проверено всё. Теперь следующий ход. Теперь посмотрим поглощение звуковых волн. Поглощение пункт третий. Поглощение звуковых волн. Под поглощение можно написать. Подразумевается уменьшение амплитуды волны вследствие диссипации. Это важно. Уменьшение амплитуды вследствие процессов диссипации. Это важно, потому что амплитуда может уменьшаться за счёт чисто геометрического фактора. Если у вас волна сферическая, то просто без всякой диссипации энергия волны будет падать обратно в функциональный квадрат в расстоянии. Вот диссипация и поглощение звуковых волн связаны только с диссипацией. Вот. Очень важно. Теперь посмотрим. Вернёмся к решению уравнения 1. Возмущение давления получили это АЕ степени минус и омега Т плюс ИКХ где в качестве омега получили зависимость КА минус БТК куб минус и альфа К квадрат. Замечательно. Вот я вот вот это решение 3 это формула тоже 3. Формула звёздочка, формула 3. Вот я подставлю теперь в П1 посмотрю, что получится. Мел кончился. П1 это есть АЕ степени минус и в качестве омега пишу КА минус БТК куб минус АК квадрат и омега Т на Е степени ИКХ Это в свою очередь и есть. Я вот сначала комплексный множитель вынесу отдельно Е степени ИКР 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 здесь останется комплексный множитель Е степени минус ИКА КА ИКА минус БТК куб на Т Е степени здесь будет стоять минус И в квадрате это минус идиница минус АК квадрат Т Кстати урожение для Альфа понадобится Альфа Альфа это константа на вязкость на 2 Вот это вот она понадобится Вот так выглядит урожение для П1 Очень хорошо Теперь энергия звуковой волны Энергия звуковой волны мы о ней отдельно поговорим Чуть позже А пока достаточно того что энергия звуковой волны Вел хороший кончился Энергия звуковой волны Е1 она пропорциональна квадрату амплитуды То есть она пропорциональна П1 умноженная на комплексное сопряжение Вот это как обычно энергия пропорциональна квадрату амплитуды возмущения Выражение для П1 есть поэтому Е1 пропорционально Вот это соотношение надо умножить на комплексное сопряжение Но видно, что вот эти вот множители на комплексное сопряжение приятно умножить Останется от них единица А здесь А квадрат Е в степени минус 2 альфа К квадрат на Т Это энергия волны Теперь меня интересует поглощение звуковых волн Интересно, как изменение изменение энергии волны с расстоянием r это есть примерно а на Т для скорости Итак Е1 это есть есть и Т минус 2 альфа К квадрат Т В качестве Т подставим r делить на А В качестве К подставим омега делить на А ну примерно вот из этого соотношения основной член омега делить на А ну и 2 альфа это есть 2 альфа 2 альфа это есть точности какая-то константа на вязкость кинематическую ну если это подставить то получится что Е1 пропорционально экспоненте минус константа вязкость к квадрат есть омега квадрат на квадрат вместо Т подставляем r делить на А r делить на А то есть Е1 пропорционально эксп минус константа вязкость омега квадрат на А в куб а здесь на r ну вот а теперь будет естественное определение коэффициент поглощения звуковой волны определение Е1 в полной аналогии коэффициент поглощения в оптике минус КПС на r где КП коэффициент поглощения звуковой волны коэффициент поглощения звуковой волны ну и видно из сравнения двух соотношений что КПС есть какая-то константа порядка единицы на кинематическую вязкость на омега квадрат делить на А в кубе самое важное что это величина пропорционально омега квадрат то есть высокочастотные волны то есть ультракороткие волны поглощаются сильнее но можно написать в этом бумки вывод что должно быть на слуху первое поглощение звуковой волны происходит в результате диссипации обычная диссипация в газах диссипация в газах очень мала она она ничто по сравнению с тем как энергия волны падает в чисто гемеррический фактор звук утихает потому что распространяется с эфирической волной если была линейная волна то звук бы и не распространялся не поглощался вот так быстро и такие вещи есть до радио до 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 в эпоху до изобретения радио на крупных кораблях как вы наверное знаете были такие слуховые трубки которые соединили руку командира с машинным отделением это просто такой линейный провод по которому линейным образом звуковая волна передается поглощение очень маленькое все хорошо слышно было итак поглощение мало пункт второй коэффициент поглощения электромагнит волн коэффициент поглощения звука пропорционален омега квадрат то есть сильнее поглощаются высокочастоты короткие волны здесь же можно отметить сравнение двух очень типичных волн малой амплитуды звуковая волна звук коэффициент поглощения пропорционально омега квадрат электромагнит волн радиоволна радиоволна об этом много раз тоже обсуждалось там зависимость совсем другая единица на омега квадрат вот полезно тоже иметь ввиду для контраста очень хорошо дальше время есть хорошо пункт четвертый теперь давайте посмотрим поподробнее энергию звуковой волны это у меня мел смело плохо пункт четвертый энергия звуковой волны энергия звуковой волны напишите так посмотрим покоящийся плит покоящийся флюид малые изменения энергии малые хочу посмотреть малые изменения полной энергии единицы объема вида на изоэнтропе акустика на изоэнтропе поэтому это принципиальный момент итак я напишу значит буква Е означает вот Е еще раз написать полная энергия единица объема жидкости обозначение ландау лишиц том 6 полная энергия полная энергия единица объема жидкости и складывается она из двух вещей во-первых это внутренняя энергия Ро Эпсилон Эпсилон это как раз внутренняя энергия это вот внутренняя энергия Эпсилон энергия на единицу массы Ро Эпсилон энергия единицы объема и кроме того Рубой квадрат на два кинетическая энергия кинетическая энергия я написал что флюид в слое стоит если скорость равна нулю то нет ничего а вот если шевельнуть то что-то будет так вот я хочу посмотреть как изменяется эта энергия на изоэнтропе но сначала напишу два соотношения для термогических потенциалов внутренняя энергия это есть ТДС плюс П на Ро квадрат ДРО она зависит от Эссо от Ро в общем случае понадобится энтальпия тоже в деле энтальпии ТДС будет соединиться на Ро ДП энтальпия это функция от энтальпии и от давления вот замечательно вот я хочу посмотреть как вот это соотношение будет изменяться при малом возмущении а сейчас мы начнем с Ро Эпсила Ро Эпсила это есть Ро Эпсила 0 да на изоэнтропе да напишите на изоэнтропе изменение на изоэнтропе это важно я зафиксировал что С константа смотрю что будет тогда внутренняя энергия на самом деле зависит только от плотности это зафиксировали вот поэтому и посмотрим Ро Эпсила это есть Ро Эпсила 0 плюс Д Ро Эпсила по Д Ро на Ро 1 ну я так напишу так оттягил до этого малое возмущение означает что я рассматриваю вот такую поправочку рассматриваю на изоэнтропе индекс толь может быть опущен иногда вот на изоэнтропе плотность зависит только от энергия зависит только от плотности поэтому первая слагаемая первая производная кроме того будет и вторая производная Д Ро Эпсила по Д Ро квадрат а здесь будет стоять Ро 1 квадрат на 2 вот вот такое выражение теперь Д Ро Эпсила по Д Ро вот это производная это что такое это Эпсилон плюс Ро Д Эпсилон по Д Ро на изоэнтропе я подчеркиваю все это на изоэнтропе Д Эпсилон по Д Ро на изоэнтропе Эпсилон плюс вот смотрите Д Эпсилон по Д Ро на изоэнтропе на изоэнтропе это не значит П делить на Ро квадрат Эпсилон плюс Ро П делить на Ро квадрат это есть ε плюс p делить на ρ. Замечательно. Но напоминаем, что такое энтальпия. Энтальпия h. ε плюс p делить на ρ и это равняется h на энтальпия. Замечательно. Дальше. Теперь вторую производную. Посмотрим. Вторую производную посчитаем. Вот это вот. d2 ρεπδρ². Это есть dπδρ от h. dhπδρ. И это всё, конечно, на изоэнтропии. То есть это dhπδρ на изоэнтропии. А вот теперь пожонглируем производную метеомодинамическую. это есть dhs по dρs. Это есть dhs. Поделим умножу. Читительный знаменатель на dps. dhπδρ. Это есть dhπδρ при постоянной энтропии. Это есть не что иное, как единица на ρ. дhπδρ. Ну и, наконец, dpδρ при постоянной энтропии. Замечательная величина. скорость звука натуральная. Таким образом, получили, что d2 ρεπδρ². это есть 1 ρεπδρ. Итого, получили, что ρεπδρ. Это есть ρεπδρ. 0 плюс h на ρ1 плюс 1 на ρа². А здесь стоит ρ1 квадрат на 2. ρεπδρ. 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 ρεπδρ объема жидкости но со вторым со вторым слагаем и рулой квадрат на 2 попроще кинетическая энергия кинетическая энергия возмущение дает ну легко можно разлагать можно просто сделать в квадрате на 2 это есть имею ввиду что вы 0 равно нулю шик успокоиться у вас получается равно в 1 квадрат на 2 индекс 0 убирается то есть это равняется 1 квадрат на 2 и таким образом получается сейчас держать получается что я можно представить результате возмущения были таким образом это есть роги 0 это вот невозмущенного мир энергии невозмущенного состояния не прибавится аж 1 плюс 1 1 1 квадрат на 2 это вот связано с внутренней энергией кроме того из-за того что шевельную скорость появится поправка кинетической энергии плюс 1 квадрат на 2 ну вот почти все сделано сейчас удержательный смысл будет сначала введем полезное обозначение обозначение е1 это есть 1 а квадрат на 2 ру плюс в 1 квадрат на 2 вот вот это вот эта вещь обозначена буквой е1 а а теперь хочу посмотреть изменение во времени изменение энергии ну как с полной энергии е1 объеме объем полной энергии во всем объеме флюида объеме флюид заменяет слово жидкость и газ и плазму интеграл т е по dt по всему объему жидкости хочу посмотреть оказывается будет д д д д т д в плюс интеграл ж д по dt д д д p д т H Ру 1 ДВ и плюс интеграл Д по ДТ от Е1 Вот такая величина по ДВ А здесь такое рассуждение Ру Е0 это вообще число Заданное число, не возбужденное никак от времени не зависит Это само собой равняется 0 Дальше, следующая слагаемая содержит Интеграл Ру 1 ДВ Ру 1 ДВ Это изменение массы Изменение массы во всем объеме жидкости Его нет Оно равно 0 Во всяком случае со звуком оно никак не связано Поэтому Изменения энергии связанные Со звуковой волной Даются только последним слагаемым И энергия звуковой волны Представляется в виде Энергия звуковой волны То есть ниц объема Энергия Звуковой Звуковой Волны Э1 Это есть То, что осталось от термодинамики На 2 Ру Плюс Ру АВ1 квадрат на 2 Ну и можно представить себе Что такое квадрат А квадрат это есть ДП по ДРО Но на изоэнтропии это есть П1 Делить на Ру 1 На изоэнтропии Напоминаю, все происходит на изоэнтропии Когда есть постоянное Ну и Если это сделать Вместо Ру 1 Вместо Ру 1 Подставить П1 Делить на А квадрат То в таком случае Энергия звуковой волны Можно записать В форме Точное выражение Можно написать в форме В1 Равняется П1 квадрат На 2 А П1 квадрат На 2 Ру А квадрат Здесь А квадрат Здесь А в четвертой степени На 2 Ру А квадрат И плюс Ру В1 квадрат На 2 Можно написать словами Что это Энергия единицы Объёма жидкости Связана Со звуковым возмущением То есть Возмущением на изоэнтропии Эта формула понадобится В дальнейшем Но В заключение могу сказать Что если Оценивать Это значение То получится Чезвычайно маленькая величина В реальном звуке Перепад давления На котором Работают Барабанные перепонки Ваши Когда вы меня слушаете Это примерно 10 минут Седьмой атмосферы Меньше чем ничто Удивительно Как вообще Эволюция Позволяет Биологическая эволюция Позволяет ощущать Такие мелкие взвинения Но от такого давления Какая может быть Скорость Меньше чем ничто Поэтому Энергия Ну как Скорость Которая есть Направленная скорость Которая есть В следствии Перепада Акустического давления Ничто По сравнению Ни с какой гидродинамикой Ни с каким ветром Формула Эта понадобится На дальнейших лекциях Мы будем смотреть Взаимодействие Акустических волн С тепловыми С гидродинамикой Ну на сегодня Достаточно Благодарю вас за внимание Еще раз Благодарю Сотрудников Института Которые поддерживают Замечательную Новую возможность Дистанционного Обучения Должен вам сказать От себя Что мне без вас Здесь просто Без аудитории Скучно Я к вам привык Тут почти За целый год Я вас знаю Мне нужны ваши Замечания Реплики Вот Ну и там Это Хорошо что свиста нет Спасибо за внимание Берегите себя Продолжение следует...